Ужас, сейчас 9 утра, такая темнота, только спать и хочется. В общем, мы уже вроде как не повстали, а я её сейчас помыла. Уси до утра, когда просыпаемся, естественно, я её подмываю, потому что с ночи, чтобы чистенькая была, серенькая. Ладно, сейчас я её одену, потому что прохладно и выгляжу я ужасно. Так, там стиралка у меня достирывается. Вот поставила я вот эту вот штуку, вот сам шезлонг шёл с такой вот подставкой. Здесь как бы и музыка есть и всё такое. Но честно, привет, морковка. Честно, ей как-то, ну, безразлично на эти штуки. Вадим там в Польше уже купил нам тоже такую сидушку-шезлонг и матрасик для развивания, развития. Я надеюсь, что у меня будет нормально слышно. Просто вот мне, конечно, не нравится, что она здесь у меня всегда как бы сидит. Малышам, конечно, нужно лежать. Там и на животике чаще, и на спинке. Я её стараюсь выкладывать, ну, как бы на кровати. Но так как у нас здесь нет ни ковров, полы очень холодные, естественно, я её на пол как бы не выкладываю. В идеале, ну, как бы, чтобы ребёнок всё-таки развивался, естественно, ему надо так не сидеть. Ну, она тут не сидит, она тут лежит. Вот. Нужно именно полностью лежать, чтобы она пыталась и перевернуться, и там ползать. Ну, да, там у нас в той квартире, во-первых, будет ванна, во-вторых, будут ковры, и в-третьих, да, у меня здесь будет развивающий коврик. Вот. Сейчас загружаю новый влог. Да, стиралка, наверное, очень громко шумит. Разогреваю себе бульон покушать. Ну, давайте откроем новый адвент-календарь. И, Шуничка, ты мне поможешь, да, открыть окошко? Вот, четвёртая собачка. Нет, с котиком, Боже мой, с котиком. У-у-у, это, наверное, крем для тела. Кстати, Вадим обожает вот эту вот серию с вербенной. Она так классно пахнет, таким вот, немного цитрусом. Очень-очень крутой аромат. Поэтому вот это точно, наверное, ему пойдёт. Угу. Обалденный запах. У нас, кстати, из этой серии тоже мы покупали... Ему я покупала крема для рук, потому что ему очень нравится. И у нас был мешочек. Мешочек с ароматом для дома. Он у нас в машине был. Ты уже, мадам, недовольная? Сегодня у нас такой туман на улице. Может быть, будет немножко позже получше. Мне сегодня нужно активно начать тоже перебирать вещи. Подготавливать, потому что на этой неделе тоже отправляем партию вещей. Я как-то все эти дни... Ну, так я себе, естественно, знаю, что мне надо собрать. Но надо не просто знать, что надо собрать, а надо взять это всё собрать. Вот. Поэтому, наверное, сегодня я буду вообще заниматься такими супер домашними делами. Собирать вещи. Хочу всё-таки помыть полы, сходить в душ, помыть голову. В общем, да. Ну, сейчас быстренько поем пельём. Покормлю я шумку. Потом, наверное, уже будет пора укладывать маленькую. Я не заметила, во сколько она проснулась. Она просто иногда просыпается. Я её раскрываю, чтобы она уже не в пелёнке была. И она что-то там себе лежит. Что-то там рассказывает. Кстати, сегодня она опять проснулась вся мокрая. Хотя мы были в памперс. Она очень много писает. То есть, как бы, естественно, она хорошо кушает. Она любит ночью покушать, поесть. Вот я не знаю, придётся мне как-то всё-таки менять ей среди ночи. А может быть, надо уже на размер больше. Расскажите мне, если у вас была такая проблема, вот что малыши просыпались мокрые, как вы решали эту проблему? Я понимаю, да, что нужно там чаще менять. Но я уверена, мамочки, что вы меня поймёте, что смена памперса среди ночи очень пробуждает как бы малышика. И потом тяжелее ему заснуть дольше. Может быть, вы берёте просто на размер больше памперс на ночь. Или всё-таки меняете. Или как? Так, расскажите мне, дайте мне совет, пожалуйста. Вчера бабушка мне передала Оливье. Ну, вообще, как всегда, сижу, YouTube смотрю. Мне очень нравится Саманта-Мария. Раньше у неё был ник Beauty Crush. Британка. Вообще, меня всегда спрашивают, каких я ютюберов смотрю. И я, если честно, русский YouTube очень-очень редко смотрю. Вот, ну, как бы мне нравится смотреть на британок, на американок. Поэтому я вот смотрю только англоязычный YouTube. Как-то так вот. Как-то так у меня получилось. Мне интереснее смотреть... Не знаю, как-то и культура, и просто... Ну, и всё как-то поинтереснее, естественно. Совсем другой уровень. Что это за морковочка там спряталась? Ку-ку! Аняка, пошли мы ложиться отдыхать. Даже не могу. Рук свободных нет, чтобы ей поправить капюшин. Всё. Пошли мы. Сейчас тут буду пить кофе, который мне пришлось немного разогреть, потому что оно меня охладело. Охладел. И бабушка вчера с тётей сделали тортик. Боже, Яша с ума сходит. Я не пойму. Я надеюсь, что это медовик. Потому что наш семейный медовик самый вкусный. Ну, может быть, это Наполеон. Хотя... Ммм... Это медовик. Боже, как же я его обожаю. Маленькая уже час назад проснулась, поэтому нам уже скоро их снова укладываться. Мадам, а вы почему одеялко полностью скинули? Мм? А, мадам? Ку-ку! Мои ручки сладкие. Посмотрите на эти ручки. Красота. Красота моя. Да. 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 Вот этот наш краб. Так его за глазки трогать всегда смешно. Да-да, я за тебя. Хожу сейчас, собираю аптечку. Купила вчера несколько средств. Знаете, таких очень... Ну, как бы, нужных. То, что мы часто используем. Там, смекту. Яша разносит дом. Расскажите, что-то новое называется. И купила тоже ей новые пустышки, потому что та пустышка, которая у нее есть, она вообще была рассчитана, типа, до двух месяцев. Сейчас ей уже четыре месяца. Вообще, я всегда была, конечно, против сосок. И, знаете, если бы я знала тогда то, что я знаю сейчас насчет сна, то нам бы не нужна была соска, потому что она ее и брать-то не хотела. Я все пыталась. Я ей где-то в начале второго месяца дала пустышку, что мне реально было тяжело вот одно и укладывать ее спать. И надо было как-то каким-то другим вариантом ее успокоить. Вот. И, в общем, да. Теперь она, ну, засыпает с пустышкой. Но ничего. Потом придется, конечно, воевать, чтобы ее... Там, кстати, аптечка. Чтобы ее от пустышки, как это можно сказать, отучить. Вот. Расскажите мне, если что, в комментариях, кто как отучал своих деток. Или до какого возраста у вас детки были с пустышками, я ей ее даю только на сон. То есть вот так вот, когда она бодрствует или еще при каких-то условиях, ей пустышка не нужна. Вот, в принципе, ну, когда там выходим гулять, когда ей спать хочется, я ей даю пустышку. Ну, и засыпает она у меня тоже с пустышкой, потому что у нас нет ассоциаций грудь-сон. Вот. Ну, короче. Купила ей новый вот такие вот на Сатавент. Очень многие мне тоже писали, спрашивали девочки, какие мы пустышки используем, что там детки не берут. Прям, знаете, кто-то вот именно хочет, чтобы взяли пустышки. Ну, да, потому что это как бы хороший вариант, чтобы успокоить ребенка. И пусть лучше ребеночек сосет соску, чем плачет, да, постоянно. То есть в любом случае для его нервов это легче, и для мамы это легче. В общем, ну, взяла просто такие же абсолютно, просто эти идут до 6 месяцев. Они силиконовые. Вот. Просто они еще и вообще как бы советуют менять каждый месяц соски в целях гигиены. Поэтому вот с этой мы как бы проходили почти 2 месяца, получается, с последней. Да. Кто как часто меняет. Мне все-таки, ну, это такая вещь, которая всегда во рту, как бы ты не дезинфицировала или еще что-то, но это все-таки силикон. Он даже вот меняет как бы оттенок. Он становится уже не таким прозрачным. Поэтому вот сейчас, наверное, прокипячу одну и будем уже пробовать новую пустышку. Так, сегодняшний весь день полнейший хаос. Я вышла из душика, и сейчас вот эта маленькая моя кнопочка тоже отправляется в душ, набирается там ее ванночка. Фух, да. Побуду, наверное, сейчас так чисто с ней, потому что после ванной как раз пока там переоденемся, все такое, и уже и готовится к ночному сну. Загрузила посуду мыть. В общем, такое. Хочу все-таки, может быть, сегодня полы помыть. Вот так мы сегодня никуда и не вышли гулять, но когда она спит, я открываю здесь окно. На проветривание, в принципе, становится свежо. Поэтому, да, поэтому вот так. Все равно сегодня такая мерзкая погода, но у нас какой-то туман, вечно какой-то мелкий дождик. Слушайте, у меня как-то нет времени это все пофоткать, чтобы объявление разместить. Возможно, будет кому-то интересно купить вот эту подушку для кормления. Точнее, здесь две подушки для кормления. Одна вы одеваете как бы на руку, сидя кормить. И вот другая такая бублика, которая на руку я вообще, наверное, только несколько раз использовала. Да и ту тоже всего лишь несколько раз. Она очень удобная, очень классная, но я ее с собой не буду забирать. И здесь такая очень красивая наволочка. Она снимается, стирается. И тоже вот эту вот накладку на комод. То есть вы можете из стандартного комода сделать пеленатор. Очень-очень классная штука, но тоже забирать не буду, к сожалению. Хотя мне хотелось ее забрать, но Вадим сказал, что типа не надо ее забирать. Поэтому, если вам интересно будет купить, давайте, куда вы можете со мной связаться? Наверное, напишите мне либо на почту, на e-mail, либо напишите мне в Instagram, потому что в ВКонтакте я очень-очень редко сижу. И тоже расскажите, как будет вам удобно. Может быть, сделать объявление на шафе? У меня много одежды. Может, я завтра пофоткаю? Или показать так вот тоже и в видео? Может быть, кто-то так тоже быстро отхватит? А, хочу сразу сказать, что только по Украине, естественно, потому что, ну, в Россию будет очень дорого отсылать. И у нас вечно укрпочта не работает. Вечно какие-то проблемы с ней. Поэтому только по Украине. Ну все, пошли мы ванну принимать. Динозаврик, динозаврик. Папа написал, скоро в гости заедет, поэтому сейчас будем, в общем, приводить себя немножко в порядок. Да, и немножко встретишь дедушку, а потом придется уже скоро испадки. Ребята, доброе утро. Я тут сейчас уже в бегах. Мы выходим в поликлинику. Здесь уже одеваемся, собираемся. Что-то я думаю, ничего ли я не забыла. Деньги взять. Будем одеваться, я потом хочу к бабушке сходить. В общем, не знаю, когда я к вам вернусь. Все, 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 все. Ребята, сегодняшний влог тоже какой-то непонятный. Маленькая тут спит. У меня многие начали спрашивать, откуда у нее вот эта шапочка. Ставлю внизу ссылочку. Это тоже я о них как-то рассказывала. У нас вот эти игрушки, такие погремушки, пушистенькие, в форме зайчика, лисички, ручной работы, комфортер. И вот одежда VS Toys в инстаграме. Но я внизу оставлю ссылку. Вот шапочка, это ангоровая такая детская. Она на ней великовата, но ничего страшного. Вырастет еще. Вот она спит. Были мы у педиатра, все хорошо. Оливия теперь весит 5800, 60 сантиметров рост. Голова 41 сантиметр. Так что все хорошо. Сказали тоже, предложили сделать как бы прививки. Но я, скажем так, сделала отказ, потому что буду я ее уже в Польше прививать. Там прививки в страховку входят. И как бы можно не переживать. Потому что у нас есть АКДС вакцина. Но она индийская. Не хочу ей колоть индийскую. Вот. И не хочу ее сейчас прививать. Потому что... В общем, потому что хочу уже там, чтобы все было в порядке. Все-таки там европейские вакцины. И все входит в страховку. Не надо покупать никакие вакцины. Вот сейчас тоже после поликлиники сходила к бабушке с тетей в гости. Там как раз покушала. Они поиграли с ней, что она бедненькая вырубилась. До сих пор спит. Хотя у меня свекры тоже приехали в гости. Но она как бы на мне спит. Я ее не стала доставать, чтобы она не проснулась в плохом настроении. Сейчас запит до сих пор. Хотя она у меня не кушала где-то с 11 утра. А сейчас уже... Сейчас уже начало четвертого. Муж спит. Как проснется, будет, конечно, очень голодный. Вот. Сегодня вообще влокситан вакошке. Крем с пионом. Мой любимый. Вообще обожаю серию с пионом. Не знаю, что я буду готовить покушать. У меня есть свинина. Наверное, в духовке приготовлено. В том вакууме. И да. Эти два влога такие не очень интересные. Просто потому, что вообще дома разгром тоже разбирала аптечку. Такое всякое, короче. Ой, не знаю. В общем, пытаюсь наводить порядки дома. Думать, что там из вещей надо организовать. На сборы и реально дома как будто атомная война прошла. Наконец-то я уже переоделась в домашнюю одежду. Оливия, как всегда, икает. Кто икает? Опять, как всегда, я повторяюсь, извините за дурдом. Кто не видел мои предыдущие влоги, мы сейчас все в переездах. Поэтому просто повсюду вещи, так как они понемногу собираются. В общем, хотела пооткрывать посылки, раз уж этот влог не очень такой. Интересно, наверное, какие-то события, так как было много дел и просто не до съемок было. Да, не до съемок было. Здесь у меня есть две такие вот посылочки в таких конвертах. Кто меня вообще давно смотрит, ну, даже и кто недавно, может быть, меня смотрит, я всегда рассказываю, как я люблю вообще разные штуки ручной работы. Я люблю всегда поддерживать молодых ребят в каких-то начинаниях, особенно, знаете, если это как бы из страны. И я наткнулась на такой, я бы сказала, инди вообще бренд, который выпускает журнал, который называется Горбуз. Горбуз на украинском означает тыква. Чем ты там подавилась? Ой, Господи. Означает тыква. И это вот такой вот, как бы, скажем так, развлекательно-поучительный журнал для всей семьи. Вот я один как бы выпуск себе заказала, первый, и второй вот здесь у меня я еще не открывала. И также у меня здесь есть очень красивые открыточки в их коллаборации с Филоменой Клосс, которая вот делает таких крутых-крутых мишек. Мишки у меня такого нет, но я решила себя побаловать хотя бы наклейками, чтобы хотя бы так он был в моей коллекции. Там такие мишки, они, конечно, дороговатые, маленькие стоят, по-моему, около... Точно не помню, кстати. Или большой, около 800 гривен, или маленький. Но это тоже полностью ручная работа. Но вот этот журнал вообще такое классное. Я вот хочу его так сохранить, чтобы забрать с собой. Вообще тут, знаете, вот, ну как бы и мне очень интересно, но, возможно, даже у кого там детки уже немножко, ну, естественно, постарше, чем Оливия, потому что она может разве что так рассматривать картинки. Здесь очень-очень много есть всего такого забавного. Здесь такие крутые иллюстрации. Знаете, для меня это такая вот вещь, типа как книга, которую просто хочется держать у себя в коллекции. Смотрите, какая красота. И тут как бы разное. Я даже не знаю, даже не знаю, как называть этот журнал, но тут, в общем, и какие-то истории, и какие-то штучки, типа, сами поделайте, и какие-то просто советы, рецепты. Смотрите, какая красота. Я обязательно оставлю на этих ребят ссылку в Инстаграм. Кстати, они, я за ними слежу, они сейчас еще и выпустили именно первую книгу на рождественскую тему. Мне бы очень хотелось ее купить. Такая вот красота. Вот сейчас, кстати, открою с вами второй выпуск. Я его еще не открывала. Посылку забрала, но еще не было даже времени дойти и открыть это все. Смотрите, какой вот такой вот второй. Журнал для всех родочей в Горбузовых. Какие же тут крутые иллюстрации. Этот журнал на украинском языке. Рецепт сущий. Очень прикольно. Боже мой, у меня тут стоит коробка слажда. Просто меня с ума ссорит. А еще тут советики тоже разные, типа, как складывать одежду красиво. В общем, не знаю. Знаете, хочется так вот мыкать и просто это все разглядывать. Тут даже есть разукрашки. Очень многие нравятся такого рода снимающие стресс разукрашки. Как всегда, очень вовремя закончилась карта памяти. В общем, марка Веледа, как я вам рассказывала, мне вообще очень нравится. И, по-моему, это их новая серия с гранатом. Ой, даже чай есть. Все положили, надо было вам все показать. Вот так вот это все здесь выглядит. И они в рассылку положили гранатовый чай. Гранатовый обновляющий, или регенерирующий, как это будет на русском, видновливающий. Крем для рук. Я так поняла, что это, скорее всего, какая-то новая у них серия все-таки гранатовая. Ой, боже, я обожаю гель для душа. Они такие мягкие. Класс. Крем-гель для душа. Сыворотка лифтинг для интенсивного догляду. Будет догляд. В общем, для интенсивного ухода за лицом. Даже не знаю, с какого это возраста рассчитано. Если прям лифтинг, то, скорее всего, уже или 35, или 40+. Возможно, я его маме подаю. Такой маленький, то ли бальзам для губ. Почему-то нет именно на русском. Для губ. Может быть, это для глаз. Такое масивосенькое. Или это как миниатюрка дневного крема. Просто 7 мл даже, в принципе, для глаз это, по-моему, маловато. Вау. Как он приятно пахнет. Да, наверное, это просто как дневной крем для лица. Может быть, это как миниатюрка. Да. Последнюю посылочку. Вот такая вот большая красота от ЛАЖ. О, как же это все пахнет вкусно. Боже, я обожаю ЛАЖ. И знаете, какая у меня суперогромная радость? На новой квартире в Польше будет ванна. У меня многие спрашивают, как это у тебя что-нибудь в ванной? Как будто думают, что у меня в самой ли комнаты в ванной нет. Да, у меня здесь душевая кабина, поэтому. Поэтому в ванну не попринимаешь. А я, конечно, люблю иногда полежать в ванной. Я вот сюда только к свекрам в гости ездила. В ванну принимала со своими бомбочками. В общем, наконец-то скоро я смогу самоваляться. Да и маленькую купать, потому что ей так нравится плавать. Ну, вообще ей нравится ванну принимать. Но у нас как бы особо не разгуляешься. Потому что она купается в маленькой ванночке. Ой, Боже мой, Боже мой, сколько тут всего. О, боже мой, обожаю их кондиционеры для тела. Слушайте, у меня даже стыдно, что у меня такой страшный фон. Что поделать? В общем, такой кондиционер для тела. Он называется Карнавал. Я его, кстати, никогда не пробовала. Пробовала Равейну, пробовала Снежную фею рождественскую. Кондиционер для тела. Мне очень нравятся их кондиционеры. Этот получается... Он должен быть такой очень заряжающий. Здесь грейпфрут, апельсин, лайм. Курно-оранжевый. Красота какая. Очень круто пахнет. Именно таким бодрящим. Вот утром, наверное, вообще будет супер наносить этот кондиционер. Кто не знает, что такое кондиционер для тела, это, знаете, очень классная штука для тех, кто не любит крем для тела. Я вот не люблю всегда себя вот заставлять именно наносить крем для тела. Я то забываю, у меня нет времени, пока впитается. Это вы просто наносите в душе на все тело таким вот тонким слоем. И потом смываете водой, у вас очень напитанная кожа, и не нужно потом никакие крема наносить. Поэтому я вот очень люблю такие штуки. Так, что у нас здесь? Ой, из родственской коллекции. Это снеговик. Надеюсь, у него ничего не отойдет. Посмотрите на этого красавца. Вот такая вот пенка-снеговик. О, какая красота. Обычно у меня было несколько лет назад одна пенка, в которой глазики были шоколадные. Здесь, интересно, шоколадное оно или не шоколадное. Но тогда было прикольно, что глазики шоколадные были. Ой, он так вкусно пахнет. Вот такое. Здесь, получается, есть точно он такой цитрусовый. Масло сицилийского лимона. Тоже лимон какой-то мирт. Лимонного мирта. Амбра. Масло ши. Ой, боже, как же пахнет приятно. Снеговичок. Я надеюсь, ты доживешь до Польши. Ищем дальше. Что у нас тут есть? Ой, вот это черный кот. Я попросила, если есть запас. Это вообще была коллекция на Хэллоуин. Я заходила на их сайт и уже не было их. Уже как бы завезли рождественскую коллекцию. Хэллоуин убрали с сайта. Я так хотела его себе купить и не успела немножко. Поэтому, слава богу, что в коллекции он был. В общем, это одна из первых пен. Сейчас у них в постоянке появилась другая, которая именно делает ванну черной. Боже, какой же он крутой. Посмотрите. Ну, разве я могла пройти мимо черного кота? У меня ведь живет черный кот. Яшунька. Мне всегда очень нравились черные коты. Ммм, такой интересный запах. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть масло бергамота, масло алибанума. Наверное, пахнет, да, бергамотом. Такой интересный запах. Вот он именно не сладкий, не цитрусоватый. Терпковатый я бы даже спитала. А, они положили подарок. Подарочный набор. Боже, у меня теперь тут все в этих наполнителей. Кстати, у ЛАШ очень классно сейчас вышли вообще, скажем так, голые продукты. То есть они, в принципе, и так использовали переработанный пластик, а сейчас они вообще отказываются от пластика. И вот из многих средств у них теперь есть версии даже билет для душа без пластика. Представляете, просто вот в такой твердой форме очень круто выглядит. Итак, у меня здесь подарочный набор, который называется Merry Christmas. Куда уже более по-рождественскому. Счастливого Рождества в переводе. О, Боже. Какие тут запахи приятные. Здесь все для ванны. И один продукт, я вижу, что я его раньше пробовала. Смотрите, вот такая вот бомба для ванны. Называется она Christmas sweater. Рождественский свитер. Здесь есть пудра горчицы. Здесь есть тоже пудра имбиря. Ух, она такая, прям Рождество, Рождество. Странно, что нет вроде корицы, потому что пахнет именно корицей. Вот такая вот прелесть у меня когда-то уже была. Так он, по-моему, и называется. Подарок или как-то так. И он очень классный. Раньше здесь вообще еще звенел колокольчик. Уже, видимо, нету этой штуки. Одна называется Снежная метель. Очень-очень приятный. Здесь колумбийский какао. Здесь такие вот поппинг-кэнди, конфетки, которые взрываются. Экстракт гордении. Оливия уже немножко возмущается, поэтому я уже сейчас заканчиваю. И вот последняя. Посмотрите, какая красивая. Тут золотые звезды. И называется она на английском Shoot for the Stars. Не знаю, как будет на русском, но я думаю, вы сможете найти и у себя. Здесь тоже есть масло какао. Здесь есть масло бразильского престина. Масло бергамота. Тоже какой-то крем тартара. Экстракт гордении. Масло, точнее, крем кокоса. Масло миндаля. Что-то тут из кукурузы тоже есть. В общем, извините, читаю просто с английского и не все составы знаю, как переводится на русский. А тут вся маленькая сьючка сидит. Совсем рядышком и все равно злится, да? Нет, у меня вся камера в блесточках после распаковки от Lush. Маленькая поспала, но что-то не захотела снова засыпать. Уже начало седьмого. Поэтому я ее так на часик достала. Достала. Часик с ней погуляем. Я как раз сейчас быстренько займусь... Эй, где я, боже мой? Быстренько займусь тем, что я хотела. Поставлю мясо запекать. Я Шуньке кашку поставлю. Посуду загружу в мойку. Надо чистую достать. И надеюсь, что как раз мы справимся со всем. Напишите мне внизу в комментариях, кстати, я уже немножко так поубирала то, что хотела. Готовится мяско. Налила себе йогурт и кушаю медовик. Напишите мне, пожалуйста, в какое лучшее время загружать влоги. С утра или к обеду, или к вечеру. Потому что вот не знаю, как будет удобнее. Ну, на выходных как бы я вижу по статистике, что лучше с утра загружать, а по будням. Наверное, лучше вечером, когда с работы все. Или наоборот, утром перед работой. В общем, напишите, будет интересно мне. Я еще даже не редактировала эти два дня во влогах. В общем, надеюсь, что сегодня вечером засяду, чтобы завтра оно вышло уже на канал. Скоро уже иду маленькую укладывать, потому что уже начало восьмого. Иди там рискасивайся. Хочу закончить уже этот влог, потому что вчера вечером все-таки уже я ничего не снимала. Занималась разбором вещей. И хочу выбрать победителя конкурса. Поэтому я очень-очень надеюсь, я внизу тоже в описании оставлю ссылочку на видео, что со мной свяжется девушка, которая победила. Потому что если она через сутки не свяжется, я перевыберу нового победителя. Мне нужно отправить эту посылочку. Все. Увидимся очень скоро. Не скучайте. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok